приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы мира вам и добра здравия и благополучия сегодняшнем нашем выпуске очень важные события которые будут происходить в последние дни мая а также первые дни июня рассмотрим все что мы можем сделать в саду на огороде дома с 30 мая по 3 июня 2022 года а начнем мы рассмотрение важных тел с агрогороскопа как всегда агрогороскоп с 30 мая по 3 июня 2022 года время киевское первые два дня это понедельник и вторник начало недели 30 и 31 мая убывающая луна будет находиться в знаке близнецы вернее это дни гекаты дни новолуния здесь практически идет рождение луны очень сложный период и вот рождение новолуния в 14 30 30 мая 31 мая это черная луна еще процесс рождения ну и завершится этот процесс чуть позже а вот эти два дня это очень сложные два дня для земли для человека для растений для семян поэтому в это время ничего абсолютно не сеем хотя это знак близнецы если бы это было продуктивное время хорошая фаза луны мы бы могли бы посеять цветы семена цветов но в данном случае пожалуйста 30 31 никаких посевов никакой работы с рассадой любая рассада никакие виды работы с рассадой не проводим для цветов а скорее всего это у нас уже рассадные цветы для комнатных цветов очень актуально в эти дни единственное что это защита от вредителей болезней биопрепаратами или настоями трав поливы в знак в знаке стихии воздуха не проводятся они опасны для корней и для самих растений растения погибают постепенно корни гниют и поэтому в это время и подкормку не проводим она не дает результата ни под корень не по листьям тем более очень сложное время рождения луны для сада тоже кстати актуальна защита от вредителей и болезней особенно это касается юга очень много сейчас различных вредителей нужно проводить профилактические обработки не дожидаясь пока разведутся массово разные вредители и болезни зеленые операции в знаке стихии воздуха и вне новолуния проводятся постарайтесь их завершить потому что далее у нас уже эта работа будет запрещена далее заготовки очень хорошо в знаке стихии воздуха вкусные красивые и очень долго хорошо хранятся квашение не проводим для тех кто возмущается что можно квасить для северян это очень актуально они просят всегда отвечать на этот вопрос и просят эту рубрику оставлять круглый год что мы и делаем настойки тоже в это время не делаем здесь никакой энергии никакой программы новой нету это время черной луны а это уже этим сказано все рыбалка в это время отменяется сбор лекарственных трав также самое и комнатные овощи которые живут на окошке на балконе в лоджии и так далее здесь актуальны только защита от вредителей и от болезней и так у нас очень сложный период практически завершается в среду уже в 14 30 начинается продуктивное время и смотрите у нас среда четверг и пятница практически три таких хороших дня когда находится луна в знаке уже начинает расти после 14 30 уже очень хорошее время выход из гекаты живое такое энергетическое время после 8 50 а лучше чуть чуть позже можно уже поливать растение мы сейчас об этом поговорим но время у нас гекаты до 14 30 поэтому постараемся все подготовить а уже с 15 часов начнем посевы и эти посевы я их сейчас буду называть здесь практически все вершки из корешков можно посеять только вот в среду 1 редис редьку дайкон так вот уже энергии настолько сильные и тем более знак рак и солнечный календарь здесь очень хорошее время для вершков поэтому 1 после 15 2 июня все 24 часа и 3 июня до 17 часов потому что у нас луна уже будет без курса с 18 часов 17 минут и до момента перехода в другой знак в 21 38 луна будет спящая поэтому все работы мы проводим до 17 часов и вот этот период большой огромный период что можно сеять и высаживать давайте про посевы сначала с 15 часов 1 июня можно сеять все бахчевые культуры все тыквенные огурцы их отдельно выделяем то что был вопрос когда же огурцы фасоль и бобовые все культуры капуста кукуруза посолочек цветы практически все растения вершки это все можно в этот период сеять как видите подготовиться надо хорошо и очень хороший период и солнечный календарь у нас более подробно есть по всем видам по растениям по овощным и по цветам поэтому смотрите наш плейлист на нашем канале это называется у нас период плейлист на агрогороскопов на июнь месяц и там все это есть более подробно и так спасибо мы разобрались теперь идем к рассаде рассаду с 15 часов можно высаживать переваливать пересаживать высаживать учим все что вам у вас есть любая рассада цветочные овощные растения кроме саженцев садовых растений кроме саженцев садовых растений у нас был пример своеобразный эксперимент мы в этот период высадили абрикос к сожалению на третий год очень хорошо росли эти саженцы у нас и абрикосы и вишни ну а затем очень быстро на третий год стали погибать вот это вот такой знак в начале как будто вы все хорошо причем несколько растений садовых мы использовали вот этот период к сожалению хороших результатов мы не получили в плане того что растения очень быстро погибают поэтому не рекомендуем высаживать саженцы садовых растений потому что у нас задают вопрос а рассада а саженцы это тоже рассада но да это рассада если особенно она находится в горшках но лучше эту рассаду саженцы садовых растений высадить в другой период и мы будем дальше об этом говорить в следующих и ну и хотите посмотрите у нас агрогороскоп садовода на июнь месяц есть в плейлисте агрогороскоп на июнь смотрите и увидите когда что лучше делать для цветов и для комнатных растений актуальны все вот эти три дня естественно на 1 с 15 часов и до конца суток и вот завершается период 2 и 3 завершается в 17 часов так вот до 17 часов можно делать различные посевы семян цветов высаживать рассаду перевалку пересадку полива и подкормки весь спектр работы до 17 часов кстати рассаду 3 до 17 часов обязательно высадите далее уже позже это не подходит время для посадки рассады поливы в знаке стихии воды супер и 1 и 2 3 постарайтесь до 21 часа затем идет знак стихии огня поэтому мы в этот период не поливаем потому что это полив бесполезный постарайтесь до 21 часа завершить эти работы вот подкормочки очень хорошо вечером проводить но вот здесь до 19 часов 3 июня до 19 часов проведите подкормку и можно еще под корень а также по листьям в саду актуальны поливы подкормки прививки и защита от вредителей и от болезней это все три дня кроме вот поливы подкормки снова же до 19 часов в саду проводим 3 июня зеленые операции пожалуйста не проводите на любых растениях в знаке рак и растущая луна очень опасное время и растения просто постепенно погибают тоже теряют энергетику и идет заражение различными инфекциями сейчас много инфекций и споры грибковых заболеваний и открытая рана в стихии воды очень быстро переносятся вот эти все вредные существа для наших растений и растения инфицируются и погибают болеют погибают заготовки в знаке стихии воды не проводим бесполезная трата времени потратим только испортим продукцию сахар и время и настроение квашение тоже в это время не проводится на стойке не делаем рыбалка бесполезна это у нас уже растущая луна не результатов нет и будьте внимательны еще раз там где идет нерест в любое время пока что отложите время ловли рыбы сбор лекарственных трав тоже опасен в это время для них тоже опасно в дни стихии воды вот эти срезы срывания цветочков листиков поэтому пропустим вот эти три дня для комнатных овощей актуальные поливы подкормки и защита вот это все вот эти три дня вот до 3 у нас июня актуально до 19 часов вот эти виды работ провести идем дальше следующая рубрика луна для дома а также для здоровья с 30 мая по 3 июня время киевское посмотрите пожалуйста очень интересные дни здесь очень много красного цвета и слова нет поэтому обратите внимание на завершающие два дня весны и мая это 30 и 31 мая в близнецах возможны пожары будьте внимательны абсолютно при разжигании камина если где-то еще холодно печки а также будьте внимательны не разжигайте костры открытые это стихия воздуха очень быстро распространяется огонь для того чтобы хорошее тесто получилось в это время нужно или добавить жидкость или уменьшить количество муки да вот так вот близнецы воздействует на наше тесто рукоделие в это время бесполезно много идей приходит в это время это такой информационный знак ну и тем более в это время новолуния черная геката начинать что-либо нет смысла и идей практически нету это время отдыха стрижка волос в новолуние в черную луну не рекомендуется нельзя это делать стрижка ногтей тоже покраска волос тоже здесь и время новолуния и время знака стихии воздуха лучше отказаться в это время перенесем на другое время а вот мыть волосы в знаке близнецы очень даже хорошо сделаете это дело потому что далее три дня будут выходных для этого важного приема для чистых наших волос уход за кожей заметила такую особенность в дни стихии воздуха просто наши клеточки не воспринимают и вот нанес крем даже не свой домашний крем любой крем кожа не воспринимает в это время вот эту жидкость и долго кожа влажная находится поэтому вот мы начнем чуть позже этим заниматься эти два дня не используем вот эти домашние приготовления для нашей кожи очистка кожи все уже период нет то есть завершился и мы его начнем уже после полнолуния у нас есть об этом отдельная тема но в данном случае рассмотрим эти дни не проводим очистку кожи сейчас чистотел очень хороший цветет прекрасное растение но все использовать его не можем хотя при желании можно его будет заняться высушить кто-то соки делает но это все личное дело каждого ремонт в это время очень хорошо проводить если есть желание настроение вдохновение или нужно что-то доделать конечно же в эти два дня делайте проветривание вещей при хорошей погоде снова же близнецы это знак стихии воздуха иногда в это время приходят циклоны так что внимательно к погодным сообщениям слушайте синоптиков смотрите внимательно на погоду если погода солнечно-ветренная пожалуйста проветриваем вещи стирка очень некачественно стирается в это время уборку можно текущую прободить не начала инкубации пока у нас нету для этого хорошего времени но и теперь посмотрим вот эти три дня среда четверг пятница это дни когда луна находится в знаке рак уже растущая луна что здесь актуально на что нужно обратить внимание в знаке рак в том же камине или печка много дыма плохо горят наши дрова даже сухие поэтому будьте внимательны лучше очень маленькими порциями топите или же в другое время это делаете допустим вот в это время когда печка нормально горят дрова и нету вот этой пробки так что здесь возможен дым тесто в это время в знаке стихии воды ведет плывет еще называют она даже по рецепту все положила а все равно она расплывается поэтому будьте внимательны лучше здесь меньше воды да больше муки вот все время нужно ориентироваться на эти энергии и использовать знания о них для того чтобы получалось хорошим тесто теперь рукоделие нет конечно в раке это лучше не начинать теперь стрижка волос стрижка ногтей покраска волос и мытье волос это все у нас нет 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 все три дня поэтому я вам говорила мы эти волосы заранее 31 потому что 3 дня будут выходные но это в том случае кто соблюдает эти все правила ну а тот кто работает потеет каждый день где-то сильно грязную работу делать естественно старайтесь мыть волосы но какими-то природными органическими шампунями уход за кожей вот это время когда вы приготовили масочку такую из овощных различных растений или цветочки добавили все что вы делаете вот в знаке рак и 1 2 и 3 июня прекрасно будут впитывать кожа вот эти все наши собственные приготовления для питания кожи очистка кожи не проводится ремонт ни в коем случае отвратительно в раке получается все проветривание вещей тоже вещи набираются влаги запахов поэтому переносим на другое время а вот смотрите стирка и уборка в знаке рак еще только родилась луна здесь можно проводить и генеральную уборку как хорошо выпадает даже в пятницу генеральная стирка и генеральная уборка прекрасно выстирывается вещи и хорошо получается с уборкой инкубация пока нету никаких показаний для того чтобы получить здоровый молодняк луна для здоровья 30 и 31 мая в завершающие дни весны луна будет находиться в знаке близнецы и это еще раз напоминаю время новолуния и время гекаты в это время уязвимы в близнецах в первую очередь легкие плевра бронхи трахея плечи предплечье кисти рук запястья локтевые суставы вегетативная нервная и дыхательная системы практически нельзя проводить никакие операции в новолуние это опасно для здоровья а также нельзя проводить в это время в близнецах операции на грудной клетке на дыхательных путях на бронхах легких на трахеи и языке в это время возможно и обострение астмы заболевания различные простудные а также щитовидной и вилочковой желез катары дыхательных путей ларингиты и пневмония поэтому пожалуйста следите не допускайте переохлаждения потому что есть вероятность заболеть простудными заболеваниями 1 2 3 июня луна будет находиться в знаке рак это растущая луна казалось бы уже позади сложности но в знаке рак здесь очень сложный период для грудной клетки уязвимы печень желчный пузырь желудок двенадцатиперстная кишка поджелудочная железа пищевод нервная и пищеварительная системы как видите уязвимы и органы дыхания и органы пищеварения в это время обостряются астмы трахеид пневмония двенадцатиперстная кишка беспокоит гастрит и дают о себе знать язвы желудка изжога диабет поэтому будьте внимательны вот к этим проблемам это время благоприятно для операции для лечения и программ восстановления зубов костей суставов артритов и артрозов радикулитов желчного пузыря межпозвонковых грыж кстати здесь в этот период эффективно проходит заживление переломов и еще особое внимание прошу обратить на то что нельзя в знаке рак то есть 1 2 3 июня нельзя проводить операции на органах дыхания на грудной области на желудке на печени на пищеводе на поджелудочной железе и внутренних репродуктивных органах вот это тоже очень важно наш сегодняшний выпуск подошел к завершению авторы канала рейса греченко александр волик по-прежнему вам желают мира в каждом доме хорошей погоды благодатной погоды в ваших садах и благодатных дел хороших солнечных дней чтобы вы могли все запланированное сделать успешно и чтобы в этом году вас порадовали и сад и огородные грядки и тепличные овощи все порадовали хорошими добротными урожаями мы прощаемся с вами и по-прежнему шлем всем вам свет божественной любви из наших сердец что до новых встреч на нашем канале всего-навсего до завтрашнего утра пока пока